Слава Господу, дорогая церковь! Меня зовут Степан, я из Украины, проживаю сейчас в городе Нитишин, сам родом с Донецка. Зачитаю Слово Божие, Деяние 4 глава, 33 стих, тут написаны такие слова. «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Знаете, я хотел бы поделиться такой мыслью о важности спасения. Я думаю, что, наверное, самое важное, что в нашей жизни может быть, это спасение, правда? Но не только наше спасение, но и спасение наших родных и близких, и, наверное, спасение наших детей. Я сам отец, мне 40 лет, и у меня трое детей, вдвое уже с Господом, так получилось. И вы знаете, я думаю, наверное, самое страшное, что может произойти в нашей жизни, но осознанных, здравых людей, это когда мы можем хоронить своих детей. И одно свидетельство такое слышал в Германии. Одна сестра, верующая семья, сын, жил не совсем правильно, не слушал наставлений, и однажды ночью он уехал, и попал в аварию, и он погиб. И полицейский приехал к ним домой, и он зашел в дом, он стучался, и когда она вышла, она начала сильно кричать, когда она услышала, что он разбился, и он погиб. И она так вопила, она схватила этого полицейского, и она, знаете, его так трясла, и она кричала и спрашивала, скажи, что он сказал? Ну, ты был там? Говорит, да, я был. Он на мои глаза, говорит, умер. Что он сказал? Он говорит, он, последнее, что он говорил, говорит, он взывал Господу. И она тогда успокоилась. Вы знаете, я думаю, спасение, это, наверное, самое важное, что желает делать Господь сегодня не только в наших семьях. Но и сегодня написано, тварь, она стинает, ожидая откровения от кого? От сынов Божьих. Сегодня тварь, творение Божье, стинает, вопит, ожидая откровения от нас с вами, от церкви. Я был у вас как-то недавно, если кто-то помнит, хочу выразить огромную благодарность. Я приезжал, мы тогда имели такую нужду, мы хотели приобрести транспорт на миссию. Мы трудимся на прифронтовой зоне под Донецком, на линии разграничения. Бог дал нам так служить. Мы там открыли уже несколько церквей, и у нас была нужда в транспорте. Я обращался к вам, и Бог через вас благословил. Тогда в вашем собрании благословили 1816 долларов. Мы все эти деньги на них купили транспорт, сегодня транспорт слушать для того, чтобы проповедовать Иван. И вы знаете, мы ездим каждое воскресенье, кто с Ровенской области знает, есть такой город Острог, психбольница. Вот мы уже туда два года ездим, проповедуем в этой психбольнице каждое воскресенье. А попали туда, один наш друг позвонил, и его отец, он сильно выпивал, его привезли туда, чтобы он немножко пришел в себя. Туда привозят нарко, алко, уже кто, ну, такой, знаете, подходит до пика. И, безусловно, привозят людей, у которых уже, ну, сумасшествие какое-то, или шизофрения. Но место очень, я вам скажу, мрачное. И когда мы приехали, его отца положили туда, и он попросил, позвонил, говорит, братья, съездите, может быть, проведайте его там. Мы приехали, и он старший уже человек, и когда мы приехали туда, вы знаете, когда мы увидели, что там происходит, Бог положил на сердце, мы начали ходить туда, проповедовать. На каждое воскресенье, после собрания, мы едем туда, там, если кто-то был, знает это место, там стоят такие, как бараки, отделения, где лежат эти больные, мужские, женские. И вот недавно мы приехали, летом были, и мы ходим на мужское два отделения, на женское отделение, проводим там такие служения по часу. И однажды мы выходим с одного отделения, и с другого отделения они увидели, что мы идем, они знают, что верующие приходят, служат, и они стали кричать. Они просто кричали, стояли, один из них кричит, почему вы к нам не заходите? Мы говорим, мы придем к вам обязательно. Нет, вы не заходите к нам. И они кричали просто, почему вы не заходите к нам? Вы знаете, я стоял, смотрел на это, и думаю, Боже мой, какой сегодня вопль людей, которые желают слышать Слово Божье. Это единственная надежда для погибающих. Когда ты туда приходишь, там уже ничего не работает. Ты там понимаешь, что если Бог что-то не сделает, если Бог не явит свою силу и благодать, бесполезно что-либо говорить этим людям. Но по великой милости уже несколько человек оттуда обратились ко Христу. Уже вот буквально сейчас братья мне написали, что дали разрешение, и в это воскресенье забирали их, приезжали, забирали на служение, привозили их в церковь и привозили назад их в больницу. Администрация сильно расположилась. И знаете, я думаю, спасение это то, что желает делать Бог. Бог желает спасти душу человека до последней секунды. Аминь. Бог делает все, чтобы спасти человека до последней секунды. Я однажды, у нас немного времени, я постараюсь кратко, я однажды проповедовал такую мысль, меня коснулось сильно Слово Божие, написано, это книга царства, где Давид, он исчистил народ израильский. И пророк приходит к Давиду, и он говорит ему, избери три казни. Написано, это было не угодно Господу. И Давид, он говорит, избери три казни, моровая язва, голод, или впадешь в руки врагов твоих, они будут бегать за тобой, настигать тебя. И Давид говорит, тяжело мне, но пусть лучше я впаду в руки Господа. Я так интересно думаю, Бог настолько считался. Он говорит Давиду, избери три казни, что ты хочешь. И Давид говорит, пусть лучше я впаду в руки Господа, ибо велика его милость. И утром он выходит, и написано, что Бог начал поражать, великое поражение пришло на народ Божий. И Давид, он когда увидел, он возопил, он говорит, причем здесь овцы невинные, пусть рука будет на мне и на доме отца моего. Вы знаете, когда он сказал такие слова, ангел Господень, Бог говорит, иди на гумно Орна и принеси там жертву. Он приходит на гумно Орна, выходит Орна, и говорит, царь поклонился, вот тебе, он говорит, сколько стоит эта земля? Он говорит, вот тебе даром и валы, и говорит, и дрова, приноси Господу жертву. Давид говорит, нет, я хочу заплатить настоящую цену. Вы знаете, я так проповедовал в собрании у себя, я говорил, когда мы начинаем больше заботиться о том, но больше нас интересуют цифры, вместо того, чтобы платить настоящую цену, тогда вокруг нас люди приходят в поражение, те, которые от нас ожидают откровения о Христе. И я так, знаете, так с дерзновением, это коснулось лично моего сердца. Я проповедовал, знаете, кого первого испытал Господь? Испытал меня. Прошло буквально несколько недель, мы родили нашу первую дочку, ей было, это был 2009 год, мы родили нашу первую дочку, ей было всего лишь 26 дней от роду. Она была маленькая, еще месяца не было. Жена ее запеленала, положила, ну как ребенка пеленают солдатиком. Мы тогда сделали комод, поставили его за кровать, и она на нем пеленала. И жена положила ее на комодик, лицом туда, к стенке, зашла за кровать, поправляла, заправляла кровать. Как она, непонятно, как она развернулась, и она упала вниз головкой, ударилась головой, и у нее лопнул череп. Я когда пришел домой, я взял ее на руки, я так орал в небо, я говорил, Господь помилуй. Я ее вызвал в такси, вез в больницу, я понимал, что ей уже никто не поможет. И Бог мне дает такое слово, я еду в такси, и Бог говорит, имели, как апостол Па говорит, не хочу оставить вас, братья, в неведении о скорби, которая постигла нас в Ассии, так, что мы были отягчены сверх силы, имели приговор в смерти, дабы надеяться не на самих себя, но на Бога воскрешающего мертвых. Ее забрали в реанимацию, Хмельницкий, положили в реанимацию, на два дня лежала в реанимации, вы знаете, и на второй день я зашел так, в какое, нашел там место, где не было людей, сел там под батареей, молюсь, я говорю, Господи, если ты ее заберешь, но мы просто не выдержим. И в этот момент Бог как будто дал мне услышать самого себя, но если ты ее заберешь, мы ее не выдержим. Я тогда сидел, прежде чем это сказал под батареей, я говорил, Господь, пусть сурка будет на мне, коснись лучше меня, ее оставь. И я вполне серьезно, я никогда такие вещи не говорил Богу, но если бы Бог в тот момент сказал, хорошо, давай, твою жизнь на ее жизнь, я бы даже бы не дрогнул, но там даже в такой ситуации, я говорю, Господи, ну если ты ее заберешь, мы не выдержим. Мы потеряли первого ребенка, это был второй ребенок, которого мы родили. Вы знаете, я как будто бы Бог дал услышать самого себя, думаю, насколько мы эгоистичны, что даже в такой ситуации ты думаешь не о том, что лучше для нее. Бог как будто бы, знаете, мне проговорил, а что лучше для нее, быть взятой сейчас или остаться на этой земле. И вот даже в этой ситуации, прежде всего, о чем ты думаешь, мы не выдержим. Я говорю, Господи, если Твоя воля, забери ее прямо сейчас, если Твоя воля, чтобы она осталась, благослови, Господь. Бог благословил. Вы знаете, и на девятый день мы выписались из больницы, врачи разводили руками, они говорили, у нас не было такой травмы, чтобы у такого возраста у ребенка была такая травма. Но когда все это происходило, я же прихожу на второй день в больницу, жене говорю, а кто с тобой в палате лежит? Она говорит, ты знаешь, лежит одна девушка молодая. Я говорю, ее сын тоже в реанимации, он полностью искусственно подключен. Я говорю, и она лежит, я с ней общалась, я засвидетельствовала, что мы верующие, что у нас тоже такое горе произошло. Леся с ней помолилась, она говорит, я за первые две недели, говорит, первый раз за две недели я поспала. Начали проповедовать, и когда мы на девятый день выписывались из больницы, знаете, я встал так, подошел к дверям больницы, жена открыла дверь, ну, стою, жду их, жена выходит, несет дочку на руках, я беру ее на руки у жены, и врач выходит, начинает зачитывать диагноз, я говорю, не утруждайте себя, небеса уже свой диагноз проговорили. И в этот момент, знаете, как будто все так вот как в спектакле было расставлено. В этот момент сбоку тут была такая боковая дверь в этом отделении, выходит эта девушка Оксана. Я беру на руки своего ребенка, она выходит, останавливается, она говорит, вас Бог сюда прислал ради меня, чтобы вы мне сказали слова спасения. Я держу на руках свою дочку, думаю, боже мой, заплатить такую цену своим ребенком, чтобы одному только человеку сказать слова спасения. Я говорю, у тебя есть Новый Завет? Она говорит, нету. Я говорю, я попрошу, тебе принесут. Это была среда, мы поехали домой, за нами приехал друг, мы едем, и въезжая в Нетишин, я помню то место, уже было, знаете, вечер, темно, и проезжая мимо одного места, Бог проговорил в мое сердце, ты действительно хочешь знать, что такое настоящая цена? Я понял в тот момент, что Бог не шутит с нами. Бог не шутит о спасении. Бог действительно желает спасать людей. И Бог не шутит. Я понимаю, что мы, может быть, проповедуем, можем говорить красивые слова, но Бог не шутит. Бог желает спасать людей. Я в четверг ей, братик, занес Новый Завет, это я к Сане. И буквально в понедельник я ей звоню, ну, меня больше всего интересовало, начала ли она читать Новый Завет. Я ей звоню, прошло всего там четыре дня, и поговорили с ней, я говорю, Оксана, ты читаешь Новый Завет? Она говорит, а я уже прочитала. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну, прочитала. Я говорю, как прочитала? Что, весь Новый Завет? Она, ну да, весь Новый Завет. Едионовский Новый Завет, а там в конце еще Псалтырь. Она говорит, там еще в конце Псалтырь, я ей Псалтырь прочитал. Я говорю, как, от начала до конца ты все прочитала? Она говорит, ну да. Я понимаю, что она действительно прочитала. Я говорю, ну и как? Она мне, знаете, что говорит? Это человек, которого еще никто не наставил, в хорошем смысле. Она говорит, вы знаете, я увидела себя, как тот слепой, который сидел у дороги, и который кричал, Господи Иисус, помилуй меня. Я говорю, так и я была в своей жизни, которая, говорит, как тот слепой, которая, говорит, не видела и не понимала, кто такой Иисус Христос. Я говорю, и сейчас я понял, кто такой Господь. Я думаю, Боже мой, вот настолько Бог желает подойти до человека, и чтобы спасти человека. Вы знаете, дорогая церковь, я не с осуждением, Бог свидетель, со страхом сердца. Мы приехали в Америку, мы были в Северной Королине, тут довелось быть в реабилитации, мы занимаемся служением реабилитации, но сейчас мы были в Северной Королине, и когда мы опять попали там на репцентр, мы жили там четыре дня на репцентре, имена Давид, Самуил, ни одного неверующего человека. Вся молодежь, все дети верующих родителей. Мы приехали здесь, были на реабилитации, 12 человек, ни одного неверующего. Я был в одном собрании, не буду говорить, где начинается служение, заводят на первый ряд 12-14 лет подростки, и заводят так, они их зашли дружно, завели. Я говорю, поворачивайся, братья, говорю, а это кто? Он говорит, реабилитация. Я говорю, в смысле? Говорю, а чего вы их реабилитируете? Это же дети, говорит, от наркотиков. Вчера мы были в одном месте, разговаривали с пастором, и он говорит, у нас небольшая церковь, до 100 человек, говорит, за 6 лет мы похоронили 19 молодых людей от наркотиков. С одним братиком, разговаривал недавно на репцентре, он говорит, сегодня моих друзей, ему 21 год, он на реабилитации, он говорит, сегодня моих друзей, говорит, больше умерших, чем живых. Я думаю, господи, знаете, когда ты приезжаешь, вроде все хорошо. Сегодня разговаривал с одним парнем, который, ну, в семье верующих родителей, начали с ним откровенно разговаривать, он уже торгует наркотиком. Я говорю, кому ты продаешь? Он говорит, все бывшие верующие. Все бывшие верующие. Дорогая церковь, вы знаете, если бы кто-то вышел сейчас перед вами, начал бы рвать одежду, рвать волосы на голове своей и орать до Господа. Когда Мардахей услышал о подобном, что над Израилем вознесен меч и Господень, над Израилем вознесен приговор, но что злостный амман за мыслью уничтожить весь народ иудейский, он рвал на себе одежду, он ходил, орал, Господи, помилуй нас. И сегодня, молясь перед собранием, я думал, ну, размышляя обо всем этом, Бог мне дал такую, напомнил одну ситуацию. Мы готовили миссионерские команды на Среднюю Азию и работали в Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, и туда отправляли молодых ребят на миссию. И мы выводили их на рынок, проповедовали там Евангелие, выходили на евангелизацию. Однажды мы вышли, идем по рынку, и одна женщина останавливает меня. Сама останавливает там такие торговые палатки, у вас в Америке такого нету, наверное, у нас еще есть. И она останавливает меня, она говорит, я знаю, кто вы. Я говорю, и кто мы? И она такая прилично одетая женщина. Она говорит, вы тут проповедуете Иисуса Христа? Я говорю, да, проповедуем. Говорю, какое ваше отношение ко Христу? Она остановилась, знаете, так и начала, ну, так улыбаться. Говорит, ребятки, да идите вон к наркоманам, к алкоголикам. Говорит, мы взрослые люди, мы ходим в церковь, мы на праздники. И она стоит вот так вот, объясняется передо мною, что Господь нужен наркоманам, алкоголикам. Я так встаю внутри и думаю, Господи, вот что ей ответить на это все? И Господь мне дает слово. Я говорю, вы знаете, я эту женщину никогда не видел первый раз. Я говорю, вы знаете, есть одна история в Библии. Я говорю, был один человек Божий по имени Елисей. Я говорю, однажды написано, он проходил мимо одного селения. Я говорю, выжила женщина с воплем, и она говорила Елисею, «Раб твой, мой муж умер, пришел взаимодавец забрать моих сыновей». И с каждым словом этой истории, знаете, у нее пропала улыбка. Она уже не стояла, не улыбалась, она плакала. И когда я закончил ей рассказывать эту историю, она мне говорит, плачет, на меня смотрит, плачет и говорит, «Муж мой меня оставил». Говорит, «У меня осталось два сына». Говорит, один сейчас сидит в тюрьме, говорит, «Один наркоман». Говорит, «Что мне делать?» Я говорю, «Тогда это слово от Господа к вам». Я говорю, «Знаете, что сказал ей человек Божий? Зайди в дом твой, закрой дверь за собой, за сыновьями своими, и начни делать то, что я тебе скажу». Говорит, «Что у тебя есть?» Она говорит, «Немного сосуда из Елеем». Говорит, «Возьми сосудов порожних на стороне, и начни наполнять их Елеем». Когда она наполнила сосуды Елеем, она говорит, «А теперь поди и продай, заплати за себя и за сыновей своих». Я вот думаю, сегодня она послушалась. Через год она пришла в церковь, она покаялась. Ровно через год она пришла к нам в собрание. Бог дал ей покаяние. Старший сын освободился. Он там, у него девушка, он ходит к свидетелям Иеговым. Тот, который был наркоман, прошел реабилитацию, покаялся, сегодня ходит в собрание. Бог верен своему слову. Но я думаю, вы знаете, каким образом сегодня мы можем с вами спасти своих детей. Каким образом и не только. Я не говорю, вот мы работая с реабилитацией, у нас ни одного неверующего на реабилитации. Ни одного. Я понимаю, что подобное не за горами, может быть, и у нас придет. Мы работаем с неверующими. Но сегодня, но такой крик. И знаете, что нигде, находясь в собрании, ты не слышишь этот вопль, который бы вопили, говорили, братья, давайте, сестры, молиться, давайте поститься за наших детей, за погибающих. Когда ты разговариваешь, я не могу понять, я в собрании, нигде этого не вижу. Но когда я этим пацанятам спрашиваю, а много употребляет? Говорит, да ты даже не представляешь, сколько употребляет детей верующих родителей. Говорит, ты даже не представляешь. Я думаю, почему тут об этом не слышно? А там они говорят, что это колоссальная проблема. И знаете, когда Израиль, в Египте написано, ангел-губитель зашел, то там, где не вкушали агонца Господнего, там была смерть. И я думаю, каким образом сегодня? Сегодня братик вспомнил эту историю, когда на лона Авраама, да, написано, был вознесен тот Лазарь, и он ему говорит такие слова. Он говорит, пошли, возьми его, пошли в мой дом, чтобы люди сюда, мои братья, не попали. Он говорит, у них есть Моисей и пророки, пусть их слушают. Он говорит, нет, пусть пойдет лучше. Он говорит, если Моисея и пророка не слушают, то даже если и мертвый придет, не поверят. Некоторые хотят увидеть воскресшего из мертвого, они думают, все, поверят. Но Бог говорит, вот этого достаточно, чтобы в твой дом не попал туда. Скажите, пожалуйста, молодежь сегодня, взрослые люди, Слово Божье сегодня в пренебрежении, а вот этого достаточно, чтобы не попасть туда. Он говорит, закрой дверь за собою, за сыновьями своими, и начни делать то, что я тебе скажу. Начни наполнять свою жизнь Словом Божьим, молитвой. И тогда ты будешь способен оторвать взаимодавство, взаимодаваться от своего дома. Этого достаточно. И написано там, где они вкушали Аганца, смерти она не вошла туда. Аминь. Дорогая церковь, пусть Господь благословит. Сегодня действительно перед нами огромный вызов. Я понимаю, что мы не противостоим этому словами, но я верю, что Слово Божье, оно живое, оно действенно, и оно острее всякого меча Будоста. Когда к нам люди приезжают на реабилитацию, знаете, что мы делаем? Мы их ставим в такой закон, чтобы они как можно больше каждый день читали Слово Божье. Как можно больше каждый день они читали Слово Божье. Когда они выходят с реабилитации, мы ставим их под закон, чтобы они каждый день читали и пребывали в Словом Божьем. И Авраам говорит, если у них есть Моисеи и пророки, этого будет достаточно, чтобы иметь спасение в доме своем. Дорогая церковь, да благословит нас с вами Господь. Благословит Господь, чтобы мы и наши дети, они были там, как однажды Иисус молился, и Он говорил такие слова, Господи, там, где я хочу, чтобы были что? И они. И я, ну, я не знаю, наверное, самое страшное, это когда твои дети, они могут быть вместе не с тобой там, где Он. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Я бы хотел бы с разрешения ваших служителей обратиться. У нас есть нужда. Мы, ну, занимаемся реабилитацией. Мужская, женская реабилитация. И занимаясь женской, мужская есть помещение. Открыли женскую реабилитацию. Одну на востоке Украины, другую на западной Украине. И мы прямо в церкви попросили братьев, отделили несколько комнат и начали женскую реабилитацию. Люди едут, женщины едут, и, как правило, женщины едут с детьми. У них дети, вот сейчас одна приехала, у нас просто нет возможности принять. Оставила, у нее шесть детей, оставили с бабушкой, она проходит у нас реабилитацию. Одну с детьми приняли, одна приехала двое детей. Мы понимаем, что мы не способны просто, ну, нету возможности принимать. И хотелось бы принимать, а не отправлять этих детей, чтобы сразу работать и с детьми реабилитацию, чтобы они проходили вместе с мамой. И мы решили так построить отдельно здание, чтобы была возможность там и принимать и детей, и работать и с детьми. Заложили фундамент, но, к сожалению, нет такой возможности. Правда. Не то, что мы там ленивые, не хотим работать. У нас братья после реабилитации двоем работают. С утра до вечера они ходят, делают там ремонты, но не ремонты, там евроремонты, а там кто что надо, то и делают. Не брезгуют ничем. Они вдвоем зарабатывают за весь день от 20 до 30 долларов вдвоем за весь день. Ну, то есть, как бы, ну, нереально просто. Поэтому, если кого-то Господь расположит в сердце, ну, будем очень благодарны. Пусть Бог благословит. Помолимся. Продолжение следует... Продолжение следует...